Деньги Януковича Деньги Януковича Будущее Европы – главный лейтмотив речи Жан-Клод Юнкера, которую многие обозреватели назвали программной. 18 лет на посту главы Люксембурга и два года председателя Еврокомиссии. Наблюдателям сложно представить ЕС без Юнкера. Будь то долговой или миграционный кризис, Брексит, политик всегда выступал за сильную и единую Европу. Сейчас ЕС переживает экзистенциальный кризис, заявил председатель Еврокомиссии в среду в Страсбурге. Число областей, где наши пути сходятся, слишком велико. Но областей, в которых мы сотрудничаем друг с другом и проявляем солидарность, слишком мало. Слишком часто собственные национальные интересы выходят на передний план. Юнкер вновь напомнил собравшимся об общих европейских ценностях. По мнению главы Еврокомиссии, в настоящее время многие страны ЕС сильно расходятся во мнении, как необходимо преодолевать экономический застой, кризис с беженцами и угрозу терроризма. Однако выход Великобритании из состава Евросоюза он не считает началом распада организации. Кроме того, Юнкер предлагает увеличить программу инвестиций в экономику ЕС до 630 миллиардов евро. Ещё один не менее важный пункт речи Юнкера – призыв к созданию единых вооружённых сил ЕС. Европа, дамы и господа, должна быть сильнее. И речь, конечно, идёт о нашей обороне. Европа больше не может зависеть от вооружённых сил отдельных стран ЕС. Нам необходима европейская штаб-квартира. Мы должны начать работу над созданием единых вооружённых сил. И это станет дополнением к НАТО. Больше европейской обороны в Европе не означает, что станет меньше трансатлантической солидарности. Юнкер – сторонник усиления позиции Брюсселя. Не случайно он высказался из-за пост единого министра иностранных дел ЕС, который, как предполагается, должен будет представлять интересы сразу всех стран-членов Евросоюза. За речью председателя Еврокомиссии следил специальный корреспондент Deutsche Welle в Страсбурге Макс Хоффман. Вот как он прокомментировал выступление Юнкера. Он затронул множество деталей. От цен на сталь и молоко до общеевропейского регулирования электронных коммуникаций. Но, тем не менее, в его речи можно выделить два основных тематических блока. Первый – это сохранение европейской социальной системы и равноправие внутри ЕС. И второй блок – это безопасность. С одной стороны, предотвращение терактов внутри Евросоюза, и с другой – защита внешних границ. И, конечно, второй тематический блок вызывает наиболее широкий отклик у всех стран-членов ЕС. Это то, чего хотят люди в Евросоюзе. Хотя, конечно, нужно отметить, что речь Юнкера изобиловала множество мелочей и деталей, из которых очень непросто вычленить основной месседж. В общем, типичная речь в официальном стиле ЕС. В своем выступлении Юнкер поднял и такую актуальную ныне тему, как рост популярности националистических и популистских партий, выступающих за развал ЕС. В этой связи Юнкер напомнил об общеевропейских ценностях, которые легли в основу европейской идеи. Евросоюз был задуман прежде всего как проект «Гарантирующий мир», напомнил глава Еврокомиссии. Он отметил, что на вопрос «Как эффективно бороться с национализмом?» нет простых ответов. А вот у популистов всегда есть простые ответы на любой сложный вопрос. И еще одна важная проблема – это миграционный кризис. Юнкер отметил, что невозможно кого-то заставить проявлять солидарность. Ведь обычно помощь люди оказывают по велению сердца. Глава Еврокомиссии обратился прежде всего к восточноевропейским странам, членам Вышеградской группы, которые выступают против распределения беженцев, с призывом прислушаться к своим сердцам и все же проявить солидарность. Это был специальный корреспондент Deutsche Welle в Страсбурге Макс Хоффман. К другой теме, но остаемся мы в ЕС. Европейский суд в Люксембурге 15 сентября объявит решение по искам экс-президента Украины Виктора Януковича, его сына Александра и экс-секретаря СНБО Андрея Клюева. Речь идет о санкциях Евросоюза, в соответствии с которыми счета, в том числе и Януковича-старшего, были заморожены. Правомочны ли такие действия в отношении бывшего украинского президента, разбиралась Катерина Иванова. Знаменитая Межигорье – роскошная резиденция беглого украинского президента Виктора Януковича. Ее стоимость оценивается в сотни миллионов долларов. После открытия резиденции широкой общественности многие задались вопросом, сколько же денег было у чиновника, позволявшего себе такую роскошь. Вскоре, по крайней мере, часть денег Януковича и его окружения нашлась на счетах в европейских банках. Сотни миллионов долларов и швейцарских франков. В 2014 году эти счета были заморожены по решению Совета ЕС. Иск экс-президента и его сына Александра против санкций будет рассмотрен в четверг, 15 сентября, в суде Евросоюза. Эксперты не исключают, что жалоба Януковича может быть удовлетворена. К сожалению, сейчас это становится все более реалистичным из-за отсутствия у Украины приговоров, то есть реальных решений по представителям санкционного списка. Ну а главное то, что по ряду исков соратников экс-президента, которые также в судебном порядке оспорили санкции, уже есть решение в пользу истцов. Дело в том, что в 2014 году решение о принятии санкций было принято в спешке, ведь деньги могли успеть вывести за границы ЕС. Основанием для санкций тогда послужило письмо генпрокурора Украины, в котором говорилось, что указанных лиц подозревают в казнократстве. Суд Евросоюза счел это основание недостаточным, ведь в момент отправления письма никаких уголовных дел еще не было. Сегодня дела уже открыты, но пока они не доведены до конца, продлевать санкции Евросоюзу будет все сложнее, отмечают эксперты. Отсутствие решений в украинских судах — это фактически отсутствие доказательной базы для Европейского Союза, того, что он поступил правильно, потому что он фактически дал нам карт-бланш, заморозив активы еще до вынесения приговоров на Украине, то есть до принятия решений украинскими судами. Заминкой с расследованием на Украине пользуются именитые адвокаты Януковича и его окружение. В четверг интересы украинских политэмигрантов, скрывающихся в России, будет представлять один из ведущих британских адвокатов Томас Бизли. У него немалый опыт судов против ЕС. Среди подопечных Бизли — концерт «Роснефть» и другие российские компании, попавшие под санкции Евросоюза из-за Крыма и агрессии в Донбассе. Услуги королевского адвоката стоят не менее тысячи фунтов в час. Для оплаты услуг адвокатов Янукович имеет право использовать деньги с замороженных счетов. Более того, в случае проигрыша оплачивать судебные издержки Евросоюзу придется за счет своих налогоплательщиков, как это уже было с другими фигурантами санкционного списка. И речь идет в общей сложности о сотнях тысяч евро. За соблюдение принципов правового государства приходится платить высокую цену, отмечают эксперты. Крайне важно, что по этому делу проводятся основательные юридические процедуры. По крайней мере, это свидетельство того, что на Западе существует правовое государство. В отличие от России, где его нет, и Украины, где оно существует, лишь условно. Однако, кроме морального удовлетворения, юридическая победа по делу о санкциях 2014 года и сам, по сути, ничего не даст. Ведь сегодня действует санкционный список, утвержденный в 2016 году. Против него фигуранты списка также подали иски. А это значит, что юридическая волокита может продолжаться еще долго. Мы продолжаем серию репортажей из России, которую подготовил корреспондент Deutsche Welle Юрий Решито. На сей раз он побывал на Урале. Город Березняки, город соли и химической промышленности. Еще пять лет назад он выглядел иначе, чем его увидел мой коллега. Уральские березняки сейчас на грани исчезновения. Своим существованием этот город обязан залежам соли. Здесь крупное месторождение калийных солей. Более 80 лет добываемые в здешних шахтах минералы кормят город, но иногда они разрушают его. Трещит, прям вот протрескается все, потом снова по-новому. Страшно. В первое время очень было страшно. Березняки – город на Урале, который прозвали Русской Атлантидой. Город, который может исчезнуть, как и мифический остров. Но он не сдается, как не сдаются и его жители. Ждем, только надеемся и все. На предприятии «Уралкалий», а это крупнейший в России производитель калийных удобрений, к работе приступает новая смена. Я в шахте. Подземные территории в 8 раз больше города, выстроенного над ними. Уже несколько десятилетий здесь добывают калий. В недрах остаются пустоты. Их общий объем достиг 84 миллионов кубических метров. Находиться 400 метров под землей, дышать этим соленым воздухом, который, кстати, очень полезен для здоровья, как говорится, для меня это очень необычное впечатление. Добыча не прекращается, хотя все понимают, что старые шахты могут обвалиться. В советское время работа в тоннелях велась особенно интенсивно и не всегда согласна нормам. В некоторых местах вода стала просачиваться, соляные слои растворялись, а горные породы, находившиеся на поверхности, рушились. Земля стала оседать сразу в нескольких частях города. Во второй половине дня я встречаюсь с жителями, которых меры по предотвращению обвалов не успокаивают. Ирина и Андрей Хоровы 12 лет назад воплотили в жизнь свою мечту – построили собственный дом. Сейчас они вынуждены наблюдать, как стены этого дома трескаются. Их мечта может рухнуть, как карточный домик в любой момент. Ну, конечно. Все трещит. Вот трещины. На том окне трещины. Все перекашивает. Двери не открываются. Дон его растягивает, его тянет. И ничего уже тут не сделать. Железнодорожная станция Березняки закрыта. И здесь заканчивается жилая территория. Церковь, как символ возрождающейся в России веры, в любой момент может уйти под землю. Находиться здесь опасно для жизни. За этим забором жили когда-то 2000 человек. Их эвакуировали. Получив специальное разрешение, мне удалось увидеть старую шахту на окраине города. Девять лет назад земля здесь провалилась и поглотила здание управления шахты. Замешанного в коррупционный скандал бывшего главу УЕФА Мишеля Платини сменит на этом посту славянский спортивный функционер Александр Чеферин. Решение об этом было принято в среду на Конгрессе Союза Европейских футбольных ассоциаций. Тема продолжим в новостном обзоре. Глава Футбольного союза Словении Александр Чеферин будет занимать пост руководителя УЕФА оставшиеся два с половиной года от срока предыдущего главы организации Мишеля Платини. За 48-летнего юриста проголосовало большинство делегатов Конгресса организации, который прошел в Афинах. Американская теннисистка Винус Уильямс отвергла обвинение в употреблении запрещенных веществ. Она заявила, что у нее есть разрешение на использование подобных препаратов в терапевтических целях. Обвинение в употреблении допинга опровергла и американская гимнастка Симона Байлз. Ради всемирное антидопинговое агентство ВАДА подтвердило, что группа российских хакеров взломала систему организации и получила информацию о разрешениях на прием определенных терапевтических препаратов. Немецкий химико-фармацевтический концерн Байер купил американскую корпорацию Монсанто за 66 миллиардов долларов. Монсанто – крупнейший продавец генмодифицированных семян. За каждую акцию Монсанто Байер заплатит по 128 долларов. Теперь немецкий концерн станет крупнейшим в мире производителем агрохимической продукции. Сервис такси Uber запустил в американском городе Питтсбург, штат Пенсильвания, открытое тестирование беспилотных автомобилей. На первом этапе тестирования за их движением будут следить водители. В случае нештатных ситуаций или плохой видимости, они будут перенимать управление автомобилем. На начальном этапе жители Питтсбурга будут обслуживать 4 самоуправляемых таксомотора. Но постепенно парк беспилотников Uber будет увеличиваться. ДВ Новости расскажет о развитии событий уже завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами.